У меня доклад называется «Энергодинамика», но в первую очередь я, конечно, хочу поблагодарить организаторов. Ярослава Григорьевича Пестеров, они присутствуют, благодаря их усилиям. Я ему сам передаю, я для всех говорю. Благодаря их усилиям в такое время, в общем, поинтересно приехать сюда пообщаться и выступить с новыми идеями, с новой теорией. Ну и моё почтение Владимиру Акимовичу Сюковскому, который так много сделал для науки, он такую теорию создал, эфиродинамика. Нет, это микрофон. Ну, Владимир Акимович, извините, но надо идти дальше, уже наш доклад называется «Энергодинамика». Поэтому я решил в таком не в академическом стиле формула и так далее, это немножко скучно получается, свой доклад построить, такой краткий. Ну, развернуто, конечно, в моих статьях, это можно прочитать. Проще, ну, как говорится, без интегралов и без высшей математики. Позвольте для начала задать такой вопрос. Сейчас, вот мы с молодым человеком обсуждали, сидели, просьба ответить через минуту, я попрошу. Скажем, мы поставили на весы утюг холодный, воткнули в сеть, включили, электрический ток пошёл, на весы поставили. Вот, утюг нагрелся. Что покажут весы? В 12-м. Да, можно я сказать, три варианта, возможно, да, больше, меньше и равно. Вот кто, ну, все условия, конечно, все идеальные, да, там нет потери тепла, там и так далее, весы идеальные, они ловят любые эти самые. Я забыл, что у них получило. Ну, любую разницу, да, скажем, абсолютные весы. Скажем, кто считает, что весы останутся на месте? Просьба поднять руки. Больше? Нет, на месте, весы на месте. Ноль, ноль. Одна. Весы покажут больше вес. Вы знаете, вот, можно... Человек пять. Здесь, вот, в 12-м году здесь выступали из Китая, ребята, вот, они проводили эти взвесывания, вот эти вот, вот такие вот условия, о которых вы говорите, понятно? Там у них, вот, результат не совершенно, но это вот 12-й год было. Я читал даже много, мне просто интересна аудитория, как... И весы покажут меньше. В общем, одинаково, не один, а человек пять. Ну, вот другие почему-то ленятся. Просто не имеют. Ленятся, может, своего мнения нет. Я к тому, что, вот, вроде простой вопрос, да, физики, потому что, ну, горячий, холодный, можно закрутить волчок, да, он сначала не крутится, поставили на весы, потом закрутить опять на весы, да, измерить весы. Ну, куча таких вопросов. Вроде простой вопрос, и мы до сих пор, современная наука, не знают на него ответа. Что покажут весы? Ну, это везде встречается. Почему я этот пример привожу? Их можно много привести. Потому что, по моему мнению, все вот процессы в самом, скажем, общем виде, в глобальном, да, масштабе, нет никакой разницы. Абсолютно. Утюг нагревается, или волчок крутится, летит ракета, взрывается сверхновая звезда, да, или вот сливаются черные дыры, идут гравитационные волны. По моему мнению, и вот по этой энергодинамике, энергетической теории, нет абсолютно никакой разницы. Природа одна и та же. Поэтому, вот до сих пор, мы не знаем чего-то фундаментального в этой науке. Пытаемся латать, значит, корабль АТО, да, теорию относительности. С другой стороны, квантовая механика. Мы пытаемся их объединить, там, квантовая гравитация и так далее. Владимир Акимович, свою глобальную теорию, эфиродинамика, да, тоже она вот не стыковалась, еще не совсем. Поэтому, вот, в ходе этого доклада краткого, я попытаюсь вас немножко убедить в этом направлении. Уберите, пожалуйста, табличку справа на экране. Ай! Ну, пошло-поехало уже. Все, что-то. Вот Пестерев, он ушел. Ну, закрывайте вот это. Все, раз, вызывайте. Вот же нажимаю, вроде правильно нажимаю. Нет, вот это нажал. Нет, вот не получается. Ладно, так и останется, видимо, ничего. Я собираюсь на доске писать. Что тут это самое? Ну, продолжим. Ну, вы удивитесь, что вот сегодня я предлагаю послушаться Альберта Эйнштейна, который сказал, никакую проблему невозможно решить на том же уровне, на ком она возникла. Я предлагаю сойти с этого корабля современной науки, с этого «Титаника» и начинать строить новый корабль. Так что, вот для объяснения, с моей точки зрения, нашего мира нет необходимости ни в теории относительности, ни в квантовой механике, ни в эфире динамики. Ну, что-то, конечно, от них можно взять, наверное. Постараюсь вас убедить в ходе своего доклада краткого. Так, я предлагаю идти не снизу, объединяя разные теории, которые сейчас пытаются. Я предлагаю идти сверху, если можно так сказать, от одной идеи. И вот как часто говорит Владимир Акимович, я слушал ваше видео, он говорит, посмотрите в окно, смотрим, да, мир есть, он двигается, что-то происходит. Или выйдем ночью, вечером, да, светят звезды, крутится планета, это мы изучили. Назовём это всё космос. И мы сами, сознание, вместе со своим сознанием. Космос, вот несколько придётся перечислить, это есть космос, да, и у него есть единственное свойство. Мы пытаемся вот свойство, значит, разных полей, эфира и так далее найти, их вязкость и так далее. Я вот считаю, надо начать с того, сверху, весь космос, есть у него одно единственное свойство, он существует и движется. Всё, больше никаких свойств не надо. И, пожалуйста, вот в конце, или будем обсуждать этот доклад, ну, я готов, конечно, на все вопросы попытаться отвечать. Не задавайте вопросов, что такое масса, время, там, пространство, я не знаю, что ещё, энергия. Это придумали мы сами, люди придумали. Это всё идеальное. Мы пытаемся расценивать пространство, там, время и так далее. Это мы сами придумали. И мы считаем, что они существуют в натуре. Что-то там растягиваем, что-то углиняем. Ну, конечно, идеальное, что хочешь, можно делать. Это мы придумали для объяснения этого мира, у которого есть одно свойство. Это, он существует, и всё. И далее. По нашему мнению, космос един, абсолютен и бесконечен. Движение – абсолютный атрибут и способ существования космоса. И описать вот это движение космоса, ну, назвали космосом, наверное, может быть, назовут его движение материи, имеется в виду не только барионной материи. И вот описать это движение космоса, я предлагаю в нашем сознании, в самом общем виде, как движение энергии. Ну, как-то надо описывать. Как движение энергии. Значит, энергия – это мера движения космоса. Энергия не субстанция. Довольно часто мы путаем, даже вот в этом, пытаясь мы в этом эксперименте с утюгом, да. Современный физик как считает, что по проводам к утюгу идёт энергия. Так ведь, да? Сейчас, как ответит любой академик, мы читаем, это Окунь, правильный, ныне покойный, в УФН писал и так далее, куча книг. Он говорит, вот, поступает энергия к этому телу, надо эту энергию разделить на С в квадрате, настолько увеличится масса. Значит, плюс дельта масса, ещё к этой массе покоя утюга добавилось, весы должны показать больше. Вот, современная физика так считает. Мы говорим, что энергия не субстанция, она не течёт, она не передаётся по проводам, не накапливается, не хранится. Это просто способ описания движения материи. Движение энергии, ну, нам надо как-то описывать, это не материальное движение. Значит, закон сохранения энергии – это всеобщий, абсолютный закон природы. И все другие законы, законы Ньютона, Боли-Мариотта, там, всё что угодно, да, это все законы сохранения энергии. Можно их привести, мы можем показать, если хватит времени. Любой закон, который мы используем, механический, Макс Фелла, это закон сохранения энергии. Просто в другом виде написаны эти формулы. Ну, особенно это закон Ньютона, законы Кеплера – это закон сохранения энергии при движении планет вокруг Солнца. Абсолютно по-другому написано. И ещё такую вещь надо подчеркнуть. Наш мир абсолютно нелокальный. Что под этим имеем в виду? Ну, научное понятие нелокальное. Значит, нет ни границ, ни частиц в этом мире. Ну, это я представляю, вот когда я пишу эти формулы, статьи, как такой абсолютный кристалл. Можно так представить. Он не газообразный, не твёрдый, не металлический. И бог с ним, пусть какой он есть, пусть такой и будет. Неважно, какой. Значит, следовательно, мы только что сказали, что мера движения космоса – это движение энергии. Следовательно, движение изменения нашего мира можно описать, как движение изменения его энергетических характеристик. И мы предлагаем наш мир не механический, не электромагнитный, не какой-то гравитационный. Наш мир энергоинформационный. И вот вначале сразу хочется подчеркнуть, что в нашем мире нет механического движения, которое мы привыкли представлять. Ручку мы двигаем и так далее. Это нам так кажется, что какое-то механическое движение. На самом деле происходит возникновение, исчезновение этой ручки, материи и так далее. Ну, если хотите, репортация. Ну, такое слово, такое не совсем хорошее. И мы предлагаем отказаться от этих всех свойств. От механических, электромагнитных, там какие еще свойства есть? Абсолютно. Далее, космос. Мы объединили все словом «космос». Ясно, что он движется. По движениям мы понимаем, что любое изменение. Раз он есть движение, то должна быть у него мощность движения космоса. Ну, даже вот от руки, что может интересно будет написать. Мощность, да, как мы пишем. Тут непривычно пока. Все, константа. Это мощность этого космоса. Всеобщий, абсолютный инвариант. И эта цифра должна быть, можно в этом убедиться, должна быть однозначной, абсолютной и так далее. Значит, работа, которую совершает космос в единицу времени, ну, мы знаем, что мощность, ага, мощность, это работа. В единицу времени, не зря я обозначил этими буквами, время планка, постоянная планка. Отчуда такую даже интересную вещь можно сказать, отвержая, почему соотношение неопределенности Гайзенберга, таким образом пишется, да, там, оно не меньше, чем постоянная планка. Это все очень просто. Минимальная работа, которая может быть выполнена в космосе, это постоянная планка, равно постоянной планка. Вот эта формула, соотношение Гайзенберга это и отражает. Давайте пойдем дальше. Вот хочу вот эту таблицу показать. Далее, космос, мы видим в окно. О, он движется. Самый общий, какой же есть такой фактор, самый общий движение до космоса, отличаемся от всего. Это постоянный Хаббла, фактор Хаббла, я бы назвал. Чуть ниже. Это таблица, мы дальше вот описываем уже с одной стороны длина, другое время. И постоянный Хаббла, ну вот, сюда пошло, туда время, да. Если мы посмотрим, ну, конечно, это надо вникать, да, так я вам просто скажу. Ну, вот, постоянный Хаббла в кубе, это массовый расход. Вот, аж в кубе. Да, мы привыкли через скорость света все обозначать. Ну, скорость света еще не придумали, вот сейчас придумаем. Массовый расход. Аж в кубе. Значит, размерность М в кубе, деленная на секунду в кубе. И отчеты сразу видно, первая производная от H кубе, от постоянной Хаббла. Это масса, материя. У нее размерность в этой системе L, T, длина, время. Аж в кубе, взяли, взяли производную, по-шкубе, как его там обозначил. А, плотность, плотность космоса, ну, обозначим, давайте, ну, E. Кто там играет, а? Плотность космоса, H в кубе, производная, ну, производная, видимо, это все. Очень просто, 3H в квадрате. Варионная материя. Производная по какому параметру? Машля. Производная по чем? Давайте, Паш. По чем производная берется? Сразу я вам не скажу. Ну, давайте я закончу, потом обсудим. 3H в квадрате. 3. Это плотность. Варионной материи космоса. Осталось, вот, мы своим... Я это сейчас, это самое, быстро перейду. Ну, мы определяем плотность, а, давайте, мы определяем плотность энергии космоса, да? Давайте мы все-таки сейчас C в квадрате привнесем. Мы привыкли к этому. Хотя вместо C в квадрате можно было бы идти, постоянная Хаббла в квадрате, да? Вот в этой таблице, это прочитаете, можете прочитать, это все, они между собой переводятся. C в квадрате, H в квадрате, постоянная Хаббла, скорость света. Это совершенно зависимая друг от друга величина. Мы привыкли к C в квадрате, поэтому плотность энергии, давайте, вот, барионные материи, вот, перечисляем, определим уже эту плотность, умножаем на C в квадрате. Это плотность энергии барионной материи и так далее, плотность энергии темной материи, определяем, определяем. Вот в скобках фигурных показана эта как раз миссия Планк, да, как определялась приблизительно в процентном соотношении темная энергия, там, темная материя. И все это складываем. У нас суммарная энергетическая плотность Вселенной в системе ЛТ, длина-время, составляет, оказывается, 4 раза больше, чем темная материя. Чем что? Чем плотность, ну, вот, написано, 4 плотности темной материи, или 16P, H в квадрате, C в квадрате. Это суммарная энергетическая плотность Вселенной в ЛТ. Далее, вот, надо принять такую, ну, вот, парадигму, я написал, парадигму, как образование стока, конденсации, конвергенции, можно так называть, барионной материи из космоса. Ну, остается по формуле Гаусса, Строгацкого, скажем, интеграл, ну, мы знаем его прекрасно, эту формулу, да? Это, это напряженность, ну, мы всегда оперируем сферой, сферическим объемом. Это напряженность на площади сферы, это площадь, это интеграл по объему, дивергенция энергии по объему, да? Ну, для физического тела, она, вот, напряженность умноженная на 4Pr в квадрате равняется материи. Вот, как говорится, материя так образуется. В принципе, вот, вся формула этой энергодинамики, дальше все это, все идет развитие, можно было бы, ну, на этом остановиться, но я бегло еще пройду, наверное, да? Для системы ЛТ, возможно, планковские величины, постоянная планка, это очень красивая, вон, получается, скажем, масса планка, это 8H, где H, это постоянная хаббла. Значит, физический смысл постоянной планка, это энергия, генерируемая в космосе в единицу объема, в единицу времени планка, то есть абсолютная мощность энергии космоса в планковской системе единиц. Все очень просто. Дальше, вот, мы в соотношении неопределенности Гейзенберга. В принципе, вы можете сами легко там убедиться, скажем, изменение энергии за изменение времени должно быть всегда больше, чем постоянные планки, деленные на 2, 5, да? Ну, в общем, это очень легко разделить на дельта Т. И это будет это самое. Это соотношение показывает минимально возможную в природе работу энергию. При такой плотности энергетических космоса, минимальная энергия, которая возможна в космосе, это постоянная планка. В единичном объеме, в единицу времени. Я бы тут пропустил материальные энергетические поля. Наиболее интересные вещи, да? Какие следствия получаются. Удивительно, да, это, может быть, кажется, такое мировоззрение, что ли, оно такое странное, оригинальное. Но удивительно, все можно, очень легко объяснить любую вещь. Я даже боюсь уже за что-то там это самое, что-то смотреть, потому что все подтверждается очень просто. И не нужна никакая теория относительности, ни квантовая механика. Скажем, допустим, электрон. А, вот отметить надо сначала, чтобы тогда понятно было. Вот, сейчас известна у нас, да, вот эта страница. Энергетический потенциал в районной материи Вселенной, С в квадрате. Ну, мы договорились с этой договоренность, конвенцией, как говорил. С в квадрате обозначаем можно, другая цифра могла быть. Тогда энергетический потенциал темной материи 4π, делённый на три раза больше. Энергетический потенциал тёмной энергии 16π в квадрате, С в квадрате, делённый на 15. И необходимо в этой ситуации предположить, что вот действительно в космосе происходят все эти вот фазовые переходы, назовём их, на стыке разности этих энергетических потенциалов. Что такое в районной материи, которую мы наблюдаем, из которой мы сами стоим? Это материя с энергетическим потенциалом возможным, С в квадрате. Чёмная материя с энергетическим потенциалом 4π на 3 больше, ну и так далее. И тогда, переходя к электрону, вот как раз в атоме происходит и фазовый переход. Допустим, это всё, вот идёт сток, конвергенция материи, и вот на фазовом переходе С в квадрате образуется электрон. И не надо его пытаться найти частицу и так далее, что-то там, это не частица, это просто материя, грубо говоря, осцелирует, и мы видим, ну, допустим, атом в середине, ну, атом водорода, если простой возьмёт. Вот она и идёт сток материи. Это фундаментальное свойство космоса. И вот на Боровской орбите как раз энергогравитационный потенциал равняется С в квадрате. И материя, она двигается, она дальше идёт. Ну, мы ядро называем протоном. Интересно опять концентрируется материя, да? Конечно, нет никакого движения электронов по орбите, надо от этого отказаться. Просто есть движение материи, которое мы описываем, как движение энергии. Какому-то центру. Да, интересно. Оно дальше конденсируется. Вот на границе протона энергетический потенциал равен энергетическому потенциалу тёмной материи. Значит, не надо искать где-то тёмную материю. Где-то. Это протон. Тёмная материя. Энергетический потенциал здесь 4π на 3 С в квадрате. Здесь электрон образовался С в квадрате. Я уже написал. Формулу можете посмотреть. Ещё вот. Почему такая уверенность? С эту формулу ещё хочу сказать. Вот она, красная. Мышкой, наверное, можно показать, да? Вот она. Тут, видите, зависимость напряжённости на площади сферы, на поверхности сферы. Между прочим, любой. Это касается и орбит планет, движения планет, Солнца, звёзд и так далее. И также протона и электрона. Равняется вот дельта φ, это вот как раз разность потенциалов энергетических, 4πr1. Применяя эту формулу, скажем, при энергетическом потенциале С в квадрате, попробуем найти, дальше я там нахожу, радиус при конденсации энергии. Этот радиус при С в квадрате будет равен радиусу электрона. При энергетическом потенциале 4π на 3, все в квадрате. Просто подставляем в эту формулу, там радиус, вот r1 обаляется, r находим, точно равняется радиусу протона. И нас, в принципе, не интересует в этой теории, сколько масса там конденсируется. Главное, на поверхности сферы такой потенциал и такой размер. Ну, соответственно, радиус, почему радиус такой? Мы привыкли, главное, конечно, площадь вот этой сферы. И вот вся квантовая механика. Дальше можно тяготение и так далее. А, солнце, интересно. Ну, это мы для микрокосмоса, да, все посмотрели. Это, между прочим, закон выполняется для макрокосмоса. Для Земли, для звезд и так далее. Ну, я кратко скажу, звезда, мы привыкли, ну, вот к этому выводу я тоже несколько дней ходил в таком шоковом состоянии. Мы привыкли, что солнце излучает что-то, да, лучи и так далее. И, скорее, из этой теории получается, оно не излучает, оно только себя впитывает. Идет конденсация прямо к центру солнца, материи. Это мы просто ощущаем, как будто солнце нас, вот, как будто согревает лучами. Простите, вот вы все-таки не сказали, вот, производно аж выбрали, почем, вот, мы ждем ответ, потому что остальное все как-то... Это совершенно не принципиально, я вам попробую рассказать. Сразу вы меня спутаете, да, вот, какими-то математическими вещами. Это все подтверждается несколькими путями, да, вот, эти формулы, это все детали математические. Правда, про солнце, давайте. Солнце только впитывает, материя движется только к центру солнца, обратного движения нет. Да, это действительно шоковое понятие, да? А мы отсюда забираем солнце от нас, и мы ощущаем это как будто тепло. Это подтверждается всеми расчетами и формулами. Современная физика считает, что вот там термоядерная реакция, протоны переходят в гелий и так далее, да. Скажем, интересная вещь. Вот, может, для слуха, может быть. Я вот посчитал тоже, да, сколько протонов там, ну, грубо говоря, в кавычках, сгорает, да. Ну, считает, что сгорает в ядре, там большая температура, а высшие ядра там, конечно. И вот этот расчет, сколько протонов сгорает в единицу времени, в кавычках сгорает, сколько в единицу времени, если отнести ко всем протонам солнца, которые там есть, да, разделить здесь в этом выступлении, да, это будет постоянный хаббл. Какая тут термоядерная реакция? Нет, это концентрация материи идет. Ну, ясно, что Солнце типичная звезда, значит, это происходит во всех звездах. Мы посчитали тоже для Земли. А если мы, не Земли, где-то есть, то есть, если мы посчитаем, что к центру Земли тоже конденсируется материя, между прочим, масса Земли увеличивается, мы просто не замечаем пропорционально постоянный хаббла. И вот пытаются объяснить, почему континенты расходятся и так далее. Вот расчеты показывают, материя конденсируется к центру Земли, но она оседает, видимо, не знаю, где она там увеличивается и так далее. Если мы посчитаем точно, вот, раздвижение континентов, как раз соответствует увеличению сферы Земли. У вас пять минут. Хорошо. Еще много успеем. Ну, хотелось гравитационные волны, нейтрильные, сверхновые. А, вот сверхновые, давайте, оно подтверждается по всем направлениям. Сверхновые, да, в 1987 году, СН, 1987А. Интересно, взрыв сверхновых произошел, многие, наверное, читали, в 1987 году. Это интересно тем, что нейтрильно пришли раньше фотонов. Это много статей написано. Ну, кто-то мне сказал, то ли, сын, ну, не несколько лет назад. И там взяли, посчитали по этой теории, да. Все очень просто тоже. Скажем, это, между прочим, говорит о том, и, кстати, с этой теорией, получается, нейтрино опережает фотоны. Сверхновая взорвалась. Вылетели фотоны и нейтрино. Они вылетели одновременно. Ясно, что где-то Земля здесь. Но все зарегистрировали нейтрино на 2 часа 42 минуты, кажется, или 47 минут раньше нейтрино пришли, чем фотоны, а потом фотоны пришли. Если посчитаем изменение энергетического потенциала за это время, которое прошло, по памяти говорю, 163 тысячи, мне кажется, световых лет прошло, ну, действительно, фактор Хаббла, нейтрино, влиял чуть по-другому. И нейтрино, наши расчеты подтвердили с точностью 3%. Что нейтрино должно приходить раньше. И вот мы знаем же все эти эксперименты в Италии, да, САСКО. Это действительно подтверждается по этим расчетам, что вот сколько-то там 60 миллисекунд, кажется, это так и должно быть. Можно, да, вы предупреждаете. При цессе перигелия Меркурия все очень просто. Солнце к тому, что притягивает Меркурий и понижает энергетический потенциал на орбите Меркурия, между прочим, понижение энергетического потенциала, квадрат. Если возьмем квадратный корень, это скорость Меркурия. И почему еще добавляется Меркурий чуть-чуть ускоряется в 100 лет 43 секунды, ну, в этом самом угловом измерении. Потому что Солнце еще вращается, нужна еще какая-то энергия, условно говоря, не механическая, оно еще больше впитывает. И вот эта добавка точно 43 секунды. Заканчивайте, давайте, закругляйте. Хорошо. Отклонение луча света, проходящего вблизи Солнца. Сколько там статей? У меня уже немножко смешно. Отклоняется Земля, да? Нет, Солнце. Солнце, луч идет, отклоняется. И вот так. Просто надо энергетически, тут Земля где-то, мы регистрируем на Земле, это тоже, да, искривление. И вот сюда, вот этот угол, надо определить, как он там, означает, альфа. Просто надо на это посмотреть энергетически. Солнце выполняет работу по отклонению фотона, который, лучше сказать, что такое, фотон летит. Ясно, что работа, выполняемая Солнцем, равняется вот этой площади, если переходить на математику. Найти эту площадь, и оно точно будет это самое. В течение отклонения фотона никакой теории относительности тут не надо. Выводы исследствия, в общем, что ошибательные, сами почитайте. Так что, если можем, пообсуждайте, кому интересно. Мало спасибо. За внимание. Попробуйте вопрос задать один. Ну, задать я готов. Мир нелокально, вы сказали. Абсолютно нелокально. Вы отрицаете квантомеханику, она вам не нужна. Откуда у вас появляется нелокальность? И что вы по этому понимаете? Ну, я, может, бегло, ну, еще раз, космос един. Можете как угодно представить его, кристалл и так далее. Кристалл газообразный, твердый. На самом деле... И в этом кристалле меняются только энергетические свойства. Только энергетика меняется. Нет механического движения. Вот поэтому ищем эфир. Извините, Владимир Ракимович, эфира нет. Ну, все, конечно. Надо объединить эфир со всей материей и так далее в одном кристалле. Почему кристалле? Ну, я себе представляю, я же говорю. Вы представьте его, он мамолит. И стал иметь размеры? Нет, бесконечно. То есть, что он по тяжелой выдержку. Бесконечно. Ну, ладно. Мир бесконечный. Меняется только энергетика. Нет, в каких местах? Вообще. Так, давайте перенесем это на... Да, давайте до вечера. На что? Нелокальность говорит о том, что нет границ никаких. Это не нелокальность. Нелокальность. Ну, что нам-то делать? Ну, все, Владимир Ракимович, вечером вот мы тут... Воняться. Тем не менее, это все объясняют очень просто. Понятно. Ну, вы бороться. А вы ищите свойства, да? А мне они не нужны, эти свойства. Кто-то сомневался в этом, готовьте вопросы, а вы ответы такие, чтобы были, знаете, крепенькие. И на вечер. Большое спасибо за перерыв. Хорошо, спасибо. На час у нас, да?